КОНЕЦ Двенадцать телезрителей против знатоков. Михаил Варакин, Архангельск. Елена Небаронова, Вологда. Антон Хвостов, Саратов. Леонид Свирид, город Миас, Челябинская область. Ольга Федорова, поселок Вырица, Ленинградская область. Светлана и Сергей Циркуновы, село Дмитриевка, Воронежская область. Татьяна Яковлева, село Юкаменское, Удмуртия. Виталий Зиниевич, Минск, Беларусь. Виталий Маржановский, Кривой Рог, Украина. Наталья Серверова, Ташкент, Узбекистан. Лилия Хайреддинова, набережные Челны, Татарстан. Санкт-Петербург сегодня представляет Андрей Тютялин. Тринадцатый сектор. Начинаем игру. Добрый вечер, господа, в интеллектуальном клубе «Что, где, когда». Единственном месте, где каждый телезритель может заработать деньги своим собственным умом. Вы, наверное, знаете, что только что закончилась третья отборочная игра чемпионата Европы по футболу. Для сборной Бразилии может быть и неплохо, а вот для сборной России она сложилась не очень. Наши проиграли Албании 1-3. В нашем клубе сегодня тоже третья отборочная игра, и пока знатоки все время проигрывают. Телезрители молодцы, но все-таки я бы хотел попросить телезрителей вот о чем. Присылайте в тринадцатый сектор более корректные вопросы. Вот даже господин Сусов знает, что я не сторонник засчитывать неправильные ответы знатокам. Но в прошлой игре ответ телезрителей Игоря Мамонова из Киева не соответствовал вопросу. Господин Мамонов просил назвать компьютерную программу, а правильный ответ дал виртуальная реальность, что не является программой. Да, господин Гусельников, вы согласны? Вы не изучали этот вопрос. Да нет, просто на такие ответы неправильно, вы дали неправильные очки. Дальше просто бессмысленно уже что-то изучать. Уважаемые телезрители, я хочу к вам обратиться. В тринадцатом секторе у вас есть уникальная возможность спрашивать знатоков о чем угодно, минуя разборщиков почты, редакторов. Но давайте будем корректны к знатокам. Будем задавать им в тринадцатом секторе красивые и точные вопросы. Ведь тринадцатый сектор можно и отменить. Но с моей точки зрения, тринадцатый сектор – это модель игры «Что, где, когда в будущем». Ведь это самый чистый вариант игры в прямом эфире. Телезрители спросили, а знатоки ответили. Или не ответили. Давайте попробуем, уважаемые телезрители. Адрес тринадцатого сектора в интернете прежний. 13.mts.ru Сегодня суббота, 29 марта. Московское время 23 часа 28 минут. И мы начинаем прямую трансляцию третьей отборочной игры весенней серии «Что, где, когда». Только одна команда имеет шанс одолеть телезрителей в отборочных играх этой весной. Против телезрителей сегодня играют. Студентка третьего курса Московской государственной юридической академии Юлия Лазарева. Студент пятого курса той же академии Дмитрий Чаракчьян. Копирайтер рекламного агентства Дмитрий Авдеенко. Программист Дмитрий Иванов. Политический обозреватель Михаил Дорженко. И капитан команды студентка четвертого курса МГИМО Марина Уфаева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Весенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Госпожа Уфаева. Добрый вечер, господин и дочери. Добрый вечер. Мало того, что в вашей команде три Дмитрия, так они еще и сидят через одного. Так что все остальные члены вашей команды могут загадывать желание. Вы уже загадали. Вы загадали. Какое, Марина? Не скажу, господин и дочери. Госпожа Лазарева, а вы загадали? Да, конечно. Да? Да. Какой вот Дмитрий Иванов? У вас с одной стороны Дмитрий Чарахьян, с другой. Вы знаете, я думаю, что мы не будем говорить, чтобы вот оно сбылось. Наверное, вы хотели, чтобы выпало Вырица. Это ваше желание сбылось. Против вас играет Ольга Федорова, поселок Вырица, Ленинградская область. Уважаемые телезрители, напоминаю, что именно Вы определяете стоимость каждого вопроса в нашей игре. В каждом раунде, сразу после того, как Вы услышите вопрос, высказывайте свою точку зрения. Если Вам вопрос понравится, звоните 995-8108, а если вдруг не понравится, 995-8109. Госпожа Уфаева, этот вопрос, который сейчас прозвучит, не выпал в финале 2002 года, когда госпожа Федорова была в нашем зале. И, как Вы понимаете, раз Ольга Федорова была в финале года, то в прошлом году она выигрывала у знатоков. Если кто-то помнит, вопрос был загадкой Шиллера о подзорной трубе. Сегодня новая загадка Шиллера. Воздвиглось здание от древности времен. Оно не то, что храм, оно не то, что дом. Коль всадник ехал бы, то не объедет он, то здание в сто дней и в сто ночей кругом. Над ним века прошли, его не унесли. Ни быстрота времен, ни полчища ветров, под небосвод оно уходит от земли. Подошва у морей, глава у облаков. Но не тщеславием воздвигнуто оно. Спасает и хранит защиту от века. Подобного ему земле не суждено. Но и все же создано рукою человека. Внимание, вопрос. Разгадайте эту загадку Шиллера. Пирамида самая банальная, конечно. Счеславие не суждено тому существу. Бриловская башня. Это не цивилизация человеческая вообще. Бриловская башня. Смотрите, языки, человеческая цивилизация существует сейчас. В принципе, существует можно объехать. Вот в этом парадокс. Это континент может быть какой-то. Произведение цивилизации. Вызвы, что-то австракт. Человек на земле живет. Мне нравится ваша версия. Подошва у морей, глава у облаков. Мы облака. Страна сто дней, сто ночей. А мне была страна. Как Шиллер, он тем был. Нет, псарь, псарь. Литература. Присмотри, все, что написано. Человек, все создать. Библия. Смотри, от Марии до небесу. Мир, созданный Богом. Давай в мир. Все-таки мир Богом. Мир, созданный человек. Созданный человек. Литература. Наверное, ту библиотека. Вот как они будут. Хорошо, кто отвечает? Отвечает Дмитрий Иванов. Дмитрий Иванов. Прошу вас, Дмитрий. Есть у нас такая версия, что речь идет о литературе. Это ваша версия? Да, моя версия. Я бы, к сожалению, не уверен. Загадка Шиллера о литературе. То есть, потому что он писатель, он спрашивал по литературе. Продукт человеческой цивилизации, человеческой культуры какой-то. Вы знаете, пирамиды были ближе. Госпожа Уфаева, я думаю, что вам нужно на таких вопросах призывать команду. Просто, как вам сказать, простая фраза. Перечисляйте здания, которые не то, чтобы дом и не то, чтобы храм. Внимание, правильный ответ. Господин Иванов, вы у нас человек новый, но у нас, если говорят здания, то спрашивают про здания. Внимание на экран. Это Великая Китайская Стена. Воздвиглось здание от древности времен. Великая Китайская Стена. 1-0. В пользу телезрителей. Ольга Федорова. Ольга Федорова приносит первое очко. Ольга, к сожалению, вы не сыграли. В финале ваш вопрос не выпал, но в этот раз он выпал. И вы победили. Господа, интересы знатоков в нашем зале защищает первый вице-президент МТС Михаил Сузов. Причем не просто защищает, а ожесточенно, я бы даже сказал. В данном случае я ничего не могу сделать. А интересы телезрителей первый вице-президент Минбанка Григорий Гусельников. Господин Гусельников напротив, на мой взгляд, чересчур мягко защищает телезрителей. Хотя это, естественно, телезрители пока на конец. Внимание, уважаемая публика! Судьба главного приза весенней серии игр «Что, где, когда» определится в финальной игре, которая состоится в субботу, 5 апреля. Если в финале победят на таки, то лучший игрок этой команды получит большую хрустальную сову и сертификат на 300 тысяч рублей от компании «Мобильные телесистемы». Если же в финале победят телезрители, то лучший игрок этой команды получит большую хрустальную сову и золотую пластиковую карту «Виза» на сумму 300 тысяч рублей от «Бинбанка». И нам осталось узнать, сколько же выиграла Ольга Федорова. Голосование закончилось. 9300 рублей. «Бинбанк» отправляет в поселок Вырица Ленинградской области. Поздравляем вас, Ольга! Кстати, пишите новые вопросы, вы теперь кандидат на игру в финале. Ждем ваших вопросов. Второй раунд. Уважаемые телезрители, напоминаю, что одновременно со знатоками против телезрителей играют абоненты МТС. Чтобы участвовать в игре МТС, вам нужно отправлять ваши ответы в течение минуты обсуждения в виде смс-сообщений на номер 777 со своего телефона МТС. А принимает ваши ответы, как всегда, господин Ханов. Добрый вечер, господин Ханов. Здравствуйте, господин ведущий. К вам уже поступают какие-то ответы? Поступают. Давайте просто номер еще раз повторим по традиции. Три семерки, смс-сообщения. И вы можете также в следующей игре стоять рядом со мной, как победитель. Дмитриевка. Дмитриевка. Да, против трех Дмитриев играет Светлана и Сергей Циркуновы из села Дмитриевка Воронежской области. Господа, выдающийся английский театральный режиссер Питер Брук говорил, что в театральном действии возможны два вида кульминации или два кульминационных момента. Одним режиссеры, а следовательно и зрители пользуются, а про другой порой забывают. Внимание, вопрос. Через одну минуту вы должны продемонстрировать два вида кульминации, о которых говорил Питер Брук. Дмитриевка Воронежской области. Режиссеры пользуются. Режиссеры пользуются. Значит, у вас же все получается, а другом не бывает. Аплодисменты. Убить героя. Воскресенье. Ну это не он покажет. Что можно показать? Ребята, может, смехом пользуется явно. Смех и слезы. Нет, пользуется. Молчание. Обращение, обращение. Смех показать мы сможем. Какое это? Аплодисменты и смех или аплодисменты и молчание? Ребята, если комедия, не обязательно смеется. Смех и молчание. Пусть смех и молчание. Пусть смех и молчание. Прошу, кто отвечает? Госпожа Уфаева. У нас отвечает Дмитрий Авдеенко. Прошу, Дмитрий. Демонстрировать. Ну это я смеюсь. И... Господин Авдеенко, скажите, пожалуйста, а почему капитан говорит аплодисменты и молчание, отдает вам ответ и вы отвечаете аплодисменты и смеетесь? Это ваше такое мужественное решение? Вы хотите отличиться? Да нет. Госпожа Уфаева, а вы рассчитывали на ответ? На тот, который вы сказали. Молчание и аплодисменты. А теперь, внимание, правильный ответ. Питер Брук утверждал... У меня просьба к оператору, покажите, пожалуйста, Дмитрия и Марину вместе. Лучше с другой камеры. Питер Брук утверждал, что в театре существуют два вида кульминации. Одна радостная, бурная. Это аплодисменты. Ее противоположность. Другая форма сопереживания, о которой часто забывают. Это... Тишина. Вы проиграли. 2-0 в пользу телезрителей. Госпожа Уфаева, а почему вас в команде не слушаются? Вы же говорите конкретно, что нужно отвечать. Все нормально, все нормально. Так, господа, сейчас мы узнаем, сколько денег благодаря Дмитрию мы отправим в село Дмитриевка. Голосование закончилось. 5300 рублей получат Светлана и Сергей Циркуновы от Бинбанка. Генеральный спонсор весенней серии игр «Что, где, когда» крупнейший оператор сотовой связи в Центральной Восточной Европе компания «Мобильные телесистемы». МТС учредил приз лучшему знатоку сегодняшней игры. И, как всегда, определять лучшего будет первый вице-президент МТС Михаил Сузов. Господин Сузов, мне кажется, что компания МТС сделала очень точный выбор. Книги для знатоков – это лучший подарок. Какая книга ждет сегодня героя, если он появится? Сегодня лучший знаток унесет отсюда книгу, которая повествует об искусстве Древней Руси, автор господин Макаренко. Замечательна эта книга тем, что фотографии изготовлены абсолютно отдельно, а потом вклеены в книжку. Я надеюсь, что сегодня придется вручать приз не просто лучшему знатоку, но и знатоку победившей команды. Я желаю вам удачи. Господин Сузов, объясните только мне, игроку победившей команды это вы пожелали успеха знатокам или вы будете дарить и телезрителям тоже? Нет, знатоку как представителю именно победившей команды. Третий раунд. Госпожа Уфаева, вы знаете, вот я вам хочу пояснить, вот с моей точки зрения 50-е сирена на 50-й секунде, она специально для капитана звучит, что вы отвлеклись от обсуждения и попробовали, что называется, животом почувствовать, какая версия правильная. Самое главное, что вы в прошлом раунде это сделали, только ну тогда уж надо, чтобы отвечали то, что вы почувствовали. Чтобы не было самодеятельности за столом. Архангельск. Все боятся 13-го сектора. Против вас играет Михаил Варакин, город Архангельск. Господин Чарахчьян. Да. Вот вы будущий юрист, да? Я правильно понимаю? Да, конечно. Скажите, можно ли спать спокойно, не заплатив налоги, как вы считаете? Нет, спокойно в нашей стране нельзя. В нашей стране, знаете ли, спокойно вообще спать нельзя. Господин Чарахчьян, а что с вашей точки зрения нужно делать, чтобы повысить сумму собираемых налогов? Вот ее все время не хватает. Господин Довшенко, может вы как политический обозреватель нам поясните? Ну есть много вариантов, посмотрим о котором из них вы спросите. Я не буду об этом спрашивать. То есть вы не знаете. Они должны быть более разумными, возможно. И тогда их будут платить. Да. А вот римский император Лициний, которому для полного счастья стало не хватать еще 16,6% собираемой ежегодно сумме налогов, сумел не повышая месячный налог, увеличить поступление в казну от граждан Рима. Нет, господин Чарахчьян, Лициний мог увеличить и на 3, и на 8,3%, но ему надо было 16,6%. Внимание, вопрос. Какой указ издал император Лициний? Не надо, не надо. Не надо, не надо пальцем. Отсуждаем. Он ввел новый месяц. Почему? Месяц, не месяц. А за руку получится на столько? Да, да, да. А 8,3%, например, от того, что неделю бы ввел? Он два месяца ввел. Ну, к примеру. Два. Посчитайте. Потому что он мог до 8,3%. Это два месяца. Два месяца. Он мог увеличить 8,3%, но увеличить 16,6%. Там первоначально было 10 месяцев, потом стало 12. Ввел два дополнительных месяцев. Не просто год. Да, я прошу. 12 у нас. Чарахчан. Ну, давайте. Давайте еще. Давайте еще. Не надо. Не надо. Ответ. Господин ведущий, мы можем ответить? Да, прошу. У нас отвечает Дмитрий Чарахчан. Дмитрий Чарахчан, прошу вас. Мы считаем, что Лициний ввел наш, ну, более-менее приближенный к современному календарю, он разбил год на 12 месяцев. Что он сделал? Он разбил год на 12 месяцев и ввел два новых месяца. В календарь. Добавил к календарю, который до этого состоял из 10 месяцев. Еще два. Ввел два месяца новых. Разбиение года на 12. Значит, сколько было? Было 10, стало 12. Внимание, правильный ответ. 8,3, 16,6. Чтобы получить прибавку, 8,3 надо 13 разделить на 12. А чтобы получить 16,6, нужно 14 разделить на 12. 12 на 10, у вас бы получилось 20%. Когда императору Лицинию перестало хватать тех налогов, которые собирались каждый месяц, он издал указ, по которому в году стало не 12 месяцев, а 14. Вы полностью ответили на этот вопрос, но споткнулись на ерунде, да еще стали отвечать досрочно. Опять запутали, счет становится 3-0 в пользу телезрителей. Уважаемые телезрители, а пока вы голосуете по поводу этого вопроса, я напоминаю, что неустанно хранит традиции нашего клуба полномочный представитель правительства Российской Федерации в кондиционном суде Михаил Борщевский. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Борщевский, вот к вам у меня такой вопрос. Вы 10 лет были адвокатом знатоков. Теперь вы переквалифицировались в судью. Какая роль вам больше инфонирует? Ну, роль судьи, как известно, более ответственная, более тяжелая и менее благодарная. А нравится какая? Она же. Она же и больше нравится. Скажите, а что со знатоками сейчас произошло с вашей точки зрения? Ну, давайте я отвечу, так сказать, в шутку. Просто, когда говоришь о налогах, лучше лишнего текста не произносить. АПЛОДИСМЕНТЫ Голосование закончилось. 9 090 рублей. Минбанк отправляет в Архангельск Михаилу Варакину. Поздравляем вас, Михаил. Четвертый раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Госпожа Уфаева, пока для вашей команды весенняя серия складывается удачно. Две команды проиграли. И чтобы впервые в жизни выйти в финал, вам нужно просто выиграть у телезрителей. Просто выиграть. Соперников, конкурентов у вас нет. И вы отдаёте вопросы... У меня даже нет слов, как вы их отдаёте. Делайте что-нибудь. Кривой Рок. Против вас играет Виталий Маржановский, город Кривой Рок, Украина. Вопрос снят нашим корреспондентам. Госпожа Уфаева, вы помните, какой вопрос вам задавал наш корреспондент в вашей прошлой игре? Помните? Нет. Не помните? Не помню. Об осле. Помните? Просла вопрос. Ага. Помните. А результат помните? Помню. Тогда внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. В прошлый раз вы не смогли ответить на вопрос о предках Ослика Яши. Поэтому мы с Яшей и телезрителем Виталием Маржановским решили задать вам ещё один вопрос. В пятом веке до нашей эры купцы из Армении, спускаясь вниз по течению реки Ефрат, привозили в Вавилон финикийское вино. Купцы делали остов судна из эвовых прутьев, обтягивали их шкурами. Потом загружали судно сосудами с вином, брали на борт несколько ослов и отправлялись в путь. Внимание, вопрос. Для чего на таких суднах нужны были ослы? Желаем вам удачи. Ай, укусил! Не волнуйтесь, корреспондента удалось спасти. У вас есть минута. Ребята, ищут, чтобы латать в судно! Чтобы продав это вино, снять шкуры с плотов и на ослах вернуться домой. Да, вернуться домой. Вариант другой. Может быть, какие-то волоки на ослах вот эту лодку переносить. Давайте, значит, что было в составе плотов? Вино из прутьев, обтянутое шкурами и на них ослы. Вы говорите, чтобы ездили пробоины во время пути, чтобы, грубо говоря, увидеть осла и шкуры залатать? Нет? Это факт такой всплывает, на самом деле. Да? Ну, хорошо. Чтобы вернуться. Все-таки составы грубы еще. Что они брали? Почему? Посмотри, они сборных лет вниз спускались наверх. Да, похоже, похоже. Да, да. Я хотел бы больше точить. Они брали с самой шкурой и продавали полупрустья. Или они шкуры тоже продавали? Для чего ослы? Ну да. Для чего ослы? Конечно. Ответа. 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 Прошу. Прошу. Господин ведущий ответит Дмитрий Иванович. Попробуйте, Дмитрий. Ослы этим купцам нужны были для того, чтобы на них вернуться домой. А все остальное, с чем они поехали торговать, они продадут. Это абсолютно правильный ответ. Вы выиграли. 3-1. Дмитрий Иванов приносит первое очко команде Марины Уфаевой. И что характерно, никто из команды ему не помешал правильно ответить. Как это было в предыдущих раундах, мне кажется, это хорошая тенденция. Господа, ну что, продолжим. Да, Господин Ханус. Я позволю себе заметить, что знатоки, которые сидят перед экранами телевизоров, посылают сейчас свои правильные ответы. Они могут думать о том, чтобы в ноябре они пересятут за стол, потому что победитель наших прошлых игр, стоя рядом со мной, взяли все три вопроса из четырех, по крайней мере. И составят достойную конкуренцию знатокам, которые сейчас сидят за столом. Поэтому отправляйте свои правильные ответы, и у вас есть все шансы пересесть за стол. Номер 3-7. Пятый раунд. Госпожа Уфаева, я напоминаю вам, что вы можете взять помощь магистров один раз за игру. Магистр Александр Друзь и Максим Паташов в обратном порядке. Это Друзь, а вот это Паташов. Вам помогут. Вологда. Против вас играет Елена Небаронова, город Вологда. Уважаемые телезрители, напоминаю, 995-8108. Вам нужно звонить, если вам этот вопрос понравится. 995-8109, если не понравится. И напоминаю, что звонки бесплатные для жителей Москвы, жителей других городов, платят только за междугороднее соединение. Господин Иванов, внимание, бутылка водки. Господин Иванов, вот такие бутылки приносят посетителям некоторых ресторанов Тайваня. С биркой и приклеенной лентой с делениями. Внимание, вопрос. А для чего в ресторанах так поступают с бутылкой? Чем вызвана такая странность? Ребят, смотри. Только в подделении он столько выпил, а там счет пишет цену, сколько он заплатить должен. А, то есть как бы ремонтик, да? Вот так. Так хорошо, бирка зачем? Бирка зачем? Не до конца. Не до конца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, ну понятно. А что еще, чтобы разливать борт? Ну смотри, сколько времени сидят там, сколько... Она пустая. Я не знаю, там безоткожно все что угодно. Еще раз проверили, что вижу. Смотри, бирка, она выпустила. Он выпил столько, платья за столько. Ну это понятно. Это понятно. Или количество высших бирков приносит. Ладно, давайте еще. На одного или на нескольких, может быть. Либо счет там, сколько это стоит. Не может быть, количество бумагов. Может быть, он жалочки ставит. Тут цена выбрана. Марина. А зачем писать? Либо это количество рюмок, либо это счет, либо это вообще номер стола. Количество рюмок, счет, в принципе. Нет, количество рюмок, счет, да. Цена, счет, наберите что ли. Цена, для чего? Ну, наберите что ли. Да, да. Нет, видел, как бы, да. Прошу. Госпожа Уфаева. Воспечает Михаил Довженко. Михаил Довженко. Можно взять эту замечательную бутылку? Конечно, пожалуйста. Только не пейте. Нам кажется, что когда клиенту в ресторане приносят такую бутылку, и он некоторое время проводит с ней наедине, то по истечении этого срока количество жидкости в этой бутылке уменьшается. Соответственно, одному из этих делений. И официант видит, сколько клиент выпил, соответственно, сколько он должен заплатить. То есть за количество, например, рюмок, объем емкости, в которых равняется вот этому делению. А на этой бумажке будет написано количество этих разов выпивания этих рюмок. Соответственно, стоимость того, та сумма денег, которую клиент должен будет заплатить. Михаил, это господин Довженко. Вот до тех пор, пока вы рассказывали, как клиент выпивает, все было правильно. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Довженко, смотрите. Если посетитель не выпивает всю бутылку, то официант на ленте помечает количество оставшейся водки в бутылке. Там же бирочка, вы же видите? Бирочка наверху, господин оператор. Вот она. Затем на бирке подписывает фамилию посетителя, чтобы в следующий раз посетитель мог допить свою бутылку. Я понимаю, что в Тайване свои проблемы. Вам, конечно, трудно предположить, что можно не допить одну бутылку. Но, тем не менее, счет 4-1 в пользу телезрителей. Госпожа Уфаева, что с вами происходит со всеми? Как вы оцениваете? Мы немного растерялись, но, я думаю, сейчас наша команда соберется, и мы обязательно будем как-то играть. Я думаю, что, судя по счету, уже пора. Я с вами согласна. Голосование закончилось. 14 540 рублей. Все-таки, вот как телезритель у нас слышит слово водка, сразу голосует активно. Это правильно. Благодаря Бинбанку 14 540 рублей получит Елена Небаронова из Вологды. Господа, участие в игре МТС – это уникальный шанс сесть за игровой стол в декабре этого года. А сегодня я хочу вам представить третьего кандидата в команду МТС. Это победитель прошлой игры начальник цеха по фасовски подсолнечного масла Андрей Бычуткин. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Андрей Бычуткин, я вас поздравляю. Это вам приз от МТС. Тренируйтесь, но учтите, что играть на диване, как считают знатоки, гораздо проще, чем в зале. Но все-таки удачи вам. В зале намного сложнее. А мы продолжаем игру. Аплодисменты. 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 У знатоков в последнее время. Они начинают играть, когда уже счет угрожающий. Вы довели ситуацию до угрожающего счета. Разве бы сейчас вам задали вопрос про лицине, разве бы вы себе позволили ответить раньше времени, не посчитав, как Получается 8,3 Думаю, что нет Саратов Против вас играет Антон Хвостов Город Саратов Вопрос снят самим телезрителям Внимание на экран Здравствуйте, уважаемые знатоки Они бывают двух видов Причем одна первого вида Равна двум второго вида На грудном кармане Человека в красном Хранится только та, что первого вида А вот человек в черном Хранит в кармане и такую, и ту Что в народе называют Медицинским средством Противовоспалительного действия Внимание, вопрос Уважаемые знатоки О чем это я? О чем это Антон Хвостов? У нас, господин ведущий У нас досрочный ответ Мы не искнем Госпожа Уфаева, надо говорить сразу Я вам говорю сразу У нас досрочный ответ Прошу вас У нас отвечает Нет, госпожа Уфаева Я просто хочу пояснить вам Задал телезритель вопрос Вы должны сразу говорить Досрочный ответ Не дожидаться сирены Хорошо, господин ведущий Кто отвечает? Дмитрий Авденко Прошу, Дмитрий Речь идет о желтой и красной карточке Желтую карточку в народе называют горчичником Так, а что такое человек в черном? Человек в черном? Судья на спортивном соревновании А человек в красном? Человек в красном это Ну вот, человек стоящий у гонга У него в кармане красная карточка Внимание, правильный ответ У человека в черном Так телезритель зашифровал футбольного судью Есть и красная, и желтая Или как ее еще называют Горчичник, карточка А человек в красном Это распорядитель нашего зала Андрей У него в кармане Только красная карточка Вы выиграли 4-2 Господин Авденко Приносит второе очко Своей команде Кстати, именно господин Авденко И правильно посчитал месяцы Если мне память не изменяет Так, продолжаем игру Да, кто-то меня зовет Я не понял Да, господин Суд? У знатоков есть дополнительная минута? Да, конечно Дополнительная минута Есть у знатоков Дмитрий Авдеенко ее заработал Седьмой раунд Уважаемые телезрители 13-й сектор еще не выпадал Поэтому спешу напомнить вам адрес в интернете 13.mts.ru По этому адресу вы можете присылать свои вопросы Команде Марины Уфаевой Марина, вам очень страшно? Нет Юкаменское Против вас играет Татьяна Яковлева Село Юкаменское, Удмуртия Внимание, черный ящик Господин Авдеенко В черном ящике находится то Что каждый японец При входе в театр Кабуки Вплоть до 20-го века Обязательно сдавал на хранение Внимание, вопрос Что в черном ящике? Меч Обувь Обувь А феер не может быть? Почему? Это все-таки не меча А что у нас в Кабуке? Вот театр здесь Театр в Кабуке это куклы Нет, это не куклы Что может мешать в театре? Что мешает? Обувь мешает Веер Веер зачем? Все с веерами хотели, чтобы шоу Что мы знаем, что еще может быть при нем постоянно? Значит, меч Обувь, меч Очки Каждый входящий, не только мужчина Водя 20-го Каждый входящий, то есть могла быть женщина Зонтик А зачем обувь? Точно нет Они все время обувь снимали Пультовое место Не знаю Послушайте, веерами шум можно создавать Нет, ребята, обувь снижают Ну что ты не хочешь? Так Что еще у них было? Зачем там обувь снимать? Ребята, обувь Обувь, да Обувь Нет, обувь 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 Давай веерами еще что-то Отвечает Прошу, кто отвечает? Дмитрий Иванов Прошу, Дмитрий Есть такая версия, что в черном ящике находится обувь Вот японцы, они такие люди деликатные Вместо культуры входят Обувь сдают на хранение Не вместо культуры, а вместо культуры Да, в театр Внимание, правильный ответ Господин Иванов Да, господин ведущий В Японии считалось неприличным Заходить в театр В обуви Поэтому при ходе ее давали на хранение 4-3 Господин Иванов Да А это ваша версия была, да? Да Да Вы это знали? Ну, я знаю, что японцы снимают обувь В мероприходе в дом все время В чайной церемонии А к вам в дом приходили японцы? Нет, но у меня есть друзья, увлекающиеся японской культурой Дмитрий Иванов Приносит третье очко Продолжаем игру Восьмой раунд Так, ну вы постепенно подтягиваетесь 4-3 Но самое главное Не ослаблять внимание Госпожа Уфаева Тринадцатый сектор Там может выпасть сейчас? Давайте посмотрим Нет Минск Против вас играет Виталий Зиневич Город Минск, Белоруссия Уважаемые телезрители Не забывайте высказывать Свою точку зрения По поводу каждого вопроса В том числе и по поводу Вопроса Виталия Зиневича Внимание, вопрос Кто Будучи неправым Никогда не ошибается Кто дважды подумает Чтобы промолчать Кто говорит в три раза больше Чем знает Кто Будучи отправленным На все четыре стороны Оказывается в пятой Кто О самых неприятных вещах Говорит самым приятным образом Кто он? Дипломат Дипломат Радио Политик Дипломат Похоже Когда не ошибается Может быть монарх Я не знаю Поэт Говорит в три раза больше Никогда Будучи неправым Мужчина Политик Про дипломата говорят Он может послать Так что вы сами с удовольствием Хорошо Еще Россия 4 оказывается в пятой Будучи неправым Философ какой-нибудь Там юрист Просто юрист Адвокат Там Борщевский стоит Может быть нечем помолчать Нет Это что? Прежде чем помолчать Шут Шут Говорит раз больше Шут Может быть в три раза больше Говорит Дипломат мало говорит Нет Шут Мы думаем Перед тем Как раз Не молчать Болтун Какой-нибудь Женщина В конце концов Женщина такая Проденциальная Ну дипломат Мне нравится дипломат Он очень хорошо Давайте минуту попробуем Зачем Зачем? Зачем? Она вам еще пригодится Прошу Кто отвечает? У нас ответит Дмитрий Авдеенко Прошу Дмитрий Ну предположительно Все вышеперечисленные характеристики Относятся к дипломату К дипломату? Да А теперь Внимание Правильный ответ Дмитрий Авдеенко О дипломате Речь шла 4-4 4-4 Господин Сусов Следующий Может быть ваши предсказания Сбудутся сегодня? Как вы считаете? Даже не сомневаюсь Просто А как вам кажется? Хорошо ребята играют? Как вам? Конечно Они просто показывают Нашим футболистам Что при счете 3-1 Можно выйти на ситуацию Даже при счете 4-1 4-4 И мы начинаем 9-й раунд Господин Авдеенко Да Вы знаете что Уже принято решение Что в этом году Чемпионат мира по игре Что где когда Пройдет в вашем родном городе Баку Вновь Спасибо Вы собираетесь участвовать Дмитрий? Да Я постараюсь А у вас сильный Главный специалист По что где когда В Баку Равшан Аскеров Ташкент Против вас играет Наталья Серверова Город Ташкент Узбекистан Внимание Незнакомец Внимание Вопрос Кто это? Кто это? Это Кама С луком Бог любви Цветы есть? Да А попугаи? Цветочный лук Попугаев нету Я не помню что попугаи были символом Камы Вопрос кто это четко Это очень похоже на бога любви Ну да ребята Хорошо Еще Еще Так ребята Давайте Какие-то Прикроем себя Цветочками Цветочками Мудрости Цветы Цветы Ну так Цветы Ну так Ну на авокара одного из них Ну как бы Шивы по-моему Жена у него Цветочками Давай не морочиться Лук Цветочные Цветы Да У тебя похож Есть Держи тогда Прошу Кто отвечает? Дмитрий Иванов Дмитрий Иванов Прошу вас Да Мы считаем что на этой картине изображен бог Кама Он является богом любви В индийской мифологии А Почему вы это решили? У него лук так же как у Амура Амур вот в греческой мифологии бог любви Но у него тетива из пчел А стрелы из цветов Да И он этой стрелой поражает влюбленных в сердце Внимание правильный ответ Господин Иванов Перед вами индуистский бог любви Кама Основоположник искусства любви Камасутры 5-4 После счета 4-1 В пользу телезрителей Команда собралась и вышла вперед Господа Счет 5-4 В пользу знатоков И мы начинаем 10-й раунд Господин Авдеенко Скажите, а вы на самом деле верите в вещи и сны перед игрой? В вещи и сны? Ну сегодняшний сон я, например, не запомнил Специально не хотите нам говорить Что же там было все-таки? Господин Авдеенко, ну скажите Уже 7 бед, 1 ответ Один ответ, это хорошо Набережные Челны Против вас играет Лилия Хариддинова Город Набережные Челны, Татарстан А господин Авдеенко Вы можете посмотреть на конверт телезрительницы Хариддиновой Лилия нарисовала то, что однажды нарисовал Джакима Рассини На конверте письма к матери после премьеры оперы Сигизмонда в Венеции Внимание, вопрос Что этим хотел сказать композитор? Так, в Венеции, когда стекло не получалось, сделали бутылку А, фиаско! Фиаско, провалился спектакль Все, нормально Провал, провал спектакля Бутылка, фиаско Молодец Магистр, просим Магистр, давай отвечай Подожди, подожди Давай отвечай Пожалуйста Прошу, отвечайте Я всегда люблю, когда вы отвечаете до окончания минуты Хорошо, ответит Дима Иванов Прошу, Дмитрий Мы считаем, что он хотел сказать, что спектакль провалился Оттуда появился термин фиаско Вот так называется такая бутылка Спектакль потерпел фиаско А теперь, внимание, правильный ответ Извините, это у нас еще сирена Вы же раньше отвечали Господин Иванов Да, господин ведущий Счет становится 6-4 в пользу знатоков Команда Марины Уфаевой Одерживает победу над телезрителями Проигрывая 4-1 Команда одержала победу 6-4 Вот имена победителей Дмитрий Авдеенко Михаил Довженко Дмитрий Чарахчян Юлия Лазарева Дмитрий Иванов И капитан команды Марина Уфаев Эта команда единственная победившая телезрителей Весенней серии и заслуженно выходит в финал Поздравляю вас Внимание! А сейчас первый вице-президент МТС Михаил Сусов Назовет имя лучшего знатока Этой игры Я поздравляю команду Лучшим знатоком сегодня был Дмитрий Который из трех По-моему это всем очевидно Иванов Поздравим его Дмитрий Иванов Поздравляю А лучший игрок команды МТС Приедет за своим призом На финальную игру Которая состоится в субботу 5 апреля В 21.30 На первом Господин Иванов Неплохой у вас дебют Встретимся Вы стали лучшим игроком После такого долгого перерыва Поздравляю вас Спасибо вам за игру Встретимся Помощь ваги. Помощь ваги. Помощь ваги. У вас осталось все. В финале. В финале два раза. В финале два раза. Иди в помощь ваги. Да, правда, будет два тринадцатых сектора в финале. И двое. Это будет два. Давайте, опять же, с аквальными созданиями. У нас не страшно. Русские очень хорошо справляются с проблемами, которые сами себе создают. Да, Уфая в Албании опять. Нет, я правда. У меня было чувство, что сейчас будет 3-0, когда был 2-0. Сейчас будет 3-0, либо после этого. Вы прояснили. Знаете, только счет стал 4-1. Мне нужно для тренировки сыграть несколько вопросов. Что ты делаешь? Две серые крысы пришли, понюхали и пошли проще. Спасибо. . . Субтитры создавал DimaTorzok